Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня фееричная тема программы. Она звучит пафосно, она звучит, ну, страшно. Мурашки по коже. Если кто-то слышал предыдущий наш эфир, бизнес-класс, мы мурашки активно обсуждали. Так вот, тема сегодняшней программы «Армия торговых роботов наступает». И сегодня у меня в гостях, я так понимаю, генералы этой армии, генералы от роботов. Это Сергей Белов, управляющий активами инвестиционной компании «Финам». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. И это Александр Муханчиков, частный трейдер, соучредитель ООО «Стокшарп». Добрый вечер, Саша. Добрый вечер. Вы готовы сегодня все рассказать нашим слушателям о роботах? Ну, во всем случае не все, но основное рассказано. Основное, да. Ну, есть какие-то тонкости, тайны, секреты. Мне все время забавляет, да? Олег, как вы относитесь к роботам? Ну, как я могу к ним отношиться? А что вас интересует? Ну, вот я в интернете нашел объявление. Продается торговый советник, робот, да? Две тысячи процентов в месяц, 15 долларов. Это великолепный робот, мне так кажется. Итак, уважаемые слушатели, у вас есть возможность принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. Традиционно для этого вы можете А. Позвонить по телефону в студию 6510996, код Москвы 495. Еще раз. 6510996, код Москвы 495. Дальше. Б. Вы можете зайти на сайт компании finam.fm, задать свой вопрос там. И ТС, третий вариант нашего взаимодействия, это сайт компании finam.ru, где вы в режиме реального времени можете принять участие не только в эфире радийном, но и увидеть все, что происходит сейчас у нас в студии. Вот в этой камере, собственно, идет картинка. И также есть чат, есть закладка вопросы, задавайте их, и я буду адресовать их моим гостям. Ну и последнее приготовление. Традиционно мы рисуем картину маслом. 18.05 в Москве, и так что происходит в наших родимых пенатах, что сегодня на рынках творится. Сдержанная динамика после вчерашнего фееричного роста. И индекс РТС, и индекс ММВБ показывают сдержанную динамику. Индекс РТС чуть ниже ватерлинии, минус 0,1% он теряет, 1467 его текущая котировка. Индекс ММВБ на 0,1% выше нулевой отметки, 1438 в моменте. Далее, вот парадокс, кстати, о котором, наверное, мы сегодня поговорим. И есть по этому поводу вопросы, как обычно. Нефть, нефть продолжает движение вниз и уже на 18.06 теряет целый процент. И Brent находится ниже 107 долларов за бочку. 106.78 текущая ее котировка. Золото продолжает волатильную торговлю. Вновь упало ниже 1700 долларов за тройскую унцию. 1690 в моменте, я наблюдаю. Ну и евро-доллар, достигнув практически до сентябрьских максимумов, вчера продолжает коррекцию 1.3030 его текущая котировка. То есть он ниже 1.31. Вот, весь день сегодня пытается нарисовать нам коррекцию. И основной набор голубых фишек разнонаправлен сегодня. В частности, можно выделить ГМК Нурникель выше, лучше рынка, да, он 2.5% в плюсе. Дальше Ростелеком 3% прибавляет и падает Северсталь. Обычка минус 1%. Вот такова картина масла на 18.07. Ну и через полчасика я, естественно, объявлю, как себя чувствуют американцы, которые к нам присоединятся. Теперь мы с гордостью говорим именно так, к нам присоединяются американские фондовые рынки. И, видимо, поддерживают нашу динамику, да, поддерживают наше направление, заданное нашими рынками. Ну что ж, давайте начнем. Итак, армия торговых роботов наступает тема сегодняшней программы. О чем идет речь? Сереж, давай с тебя начнем. Ну, видимо, перед тем, как перейдем к вопросам. Общее – это, собственно говоря, что такое роботы и… И зачем они нужны. Да, вообще зачем они нужны и что в этом плане предоставляет наша компания «Финам». Начну немного с истории. Изначально всегда на сайте был такой раздел, как «Помощь управляющих» и раздел, которому уже порядка 7 лет. Это трейд-центр, так называемый, в котором были стратегии профессиональных управляющих «Финама». Естественно, с динамикой, с рассылкой сигналов по покупке, продаже акций, облигаций, любых инструментов. И создался огромный, как бы, такой социум, социальная сеть там. Люди общаются. Это все клиенты компании. Абсолютно бесплатная для них услуга общения. Общаются между собой, с консультантами, управляющими. И, естественно, стали поступать запросы. Давайте, вот у меня нет времени, вместо того, чтобы просто получать эти сигналы на почту. Я не знаю, я получаю, нахожусь на переговорах. Когда я увижу рынок, я не знаю. На электронную почту? Да, на электронную почту, либо в виде СМС. Неудобно, конечно. Да, людей много занятых. И, скажем так, говорят, я пока вот добрался на компьютер, 3 часа прошло, смотрю, что упало там. Сразу, как бы, начали поступать такие запросы. И запрос заключается в том, что давайте я вам предоставлю возможность, вы будете просто на моем счету все это повторять. Если хотите, я вам разрешение дам. То есть будет такой аналог вот того, что вы управляете. Соответственно, родилась услуга, которую назвали торговые роботы. В любом случае, все стратегии, которые использует профессиональный управляющий, они каким-то образом автоматизированы. Никто не работает по наитию, как бы, пальцем в небо. То есть здесь есть четкий алгоритм действий. И, соответственно, есть возможность уже действовать по этому алгоритму. А в любой робот это, собственно говоря, и есть алгоритм по каким-то действиям на рынке, покупке, продаже акций. Соответственно, их удержанию. И в продаже любых активов. Там, в случае, когда на рынке что-то неспокойно. В случае кризиса. И родилась такая услуга. Сейчас она уже существует. Порядка там уже даже где-то два с половиной года. Для всех клиентов компании есть возможность через этот трейд-центр подписаться на робота. Порядка там десяти различных стратегий. Совершенно направлены на разных клиентов с разными предпочтениями. Есть возможность подключиться и уже все действия копировать на своем счету. В чем, значит, какая-то особенность, да, вообще. Почему востребована услуга? По той причине, что, чтобы создать своего робота, необходимо обладать определенными знаниями. Естественно, надо знать рынок. Надо иметь также способности к программированию знаний в этой области. Это тоже, да, усложняет во многом. Да, это усложняет. Много профессионалов, да, имеется в виду трейдеров непосредственно, которые рынок-то знают, а не владеют основными. Да, есть, скажем, люди, да, которые хорошо знают рынок, могут что-то там делать, самостоятельно торгуют, но не могут это обратить в какой-то алгоритм конкретный, чтобы он сам уже что-то делал на рынке, и мы просто за ним следили. В принципе, робот — это обычная программа, которая работает, совершает определенные действия, которые мы ее заставляем делать, делать это автоматически. Мы просто следим, чтобы все проходило правильно, отслеживаем, чисто уже проводим техническую работу. Саш, извини, Салеш, ты вообще как частный трейдер, ты владеешь, ну и давай так, у тебя есть роботы? Да, конечно, у меня много роботов, которые торгуют на моих счетах. Да? Да. Они откуда появились? Ты купил их в интернете за 15 долларов? Нет, не в коем случае. Технологиями. То есть ни в коем случае я их не купил, я занимаюсь этим с 2009 года. Именем созданием роботов. Именно созданием роботов, да, то есть созданием алгоритмов, тестированием, разработкой. Я к этому шел постепенно, да, то есть некоторые алгоритмы отмирали. Мне повезло, по образованию я математик, системный программист, и поэтому... Ну, это ты сам Бог велел тебе, конечно. Да, я умею программировать, чем с успехом пользуюсь. Поэтому мне в этом плане проще. Да, то есть у меня довольно большой для, я считаю, для моего возраста опыт на финансовых рынках. Извини, а ты в трейдинг пришел уже после того, как получил это образование? Нет, я как раз пришел в трейдинг где-то на третьем курсе. Это был 2008 год. И вот с 2000, то есть год как бы я торговал только руками. И с 2009 я совмещаю торговлю как руками, так и роботами. Ну, то есть опять, смотри, я просто к чему веду-то. Звезды так сошлись, понимаешь? Если бы ты, вот логика такая, я занимался трейдингом долго, да, потом задумал все это дело алгоритмировать, да, создать торговую, а не умею этого делать. Что делать? Я пошел учиться этому или вот на Мехмат, да? На Мехмате ты учился? На ВМК. На ВМК. Все. Либо наоборот, я закончил, базовое образование у меня вот такое. И потом, где его применить? А давайте я трейдингом займусь, там еще можно задавать робот. То есть вот так может быть, да, в принципе. А у тебя вон оно как сразу, звезды сошлись и дали тебе сигнал. Да, но когда я пришел как раз в трейдинг, я о роботах в принципе даже не знал, то есть я об этом не думал. То есть мне эта тема была интересной, но поэтому я с тобой пришел. А так, конечно, то есть у человека, у трейдера с опытом, у которого нет опыта программирования, ему гораздо сложнее. То есть у него как бы есть несколько путей, либо найти себе в помощь партнера, который будет... Он не обязательно должен трейдером быть партнером. Да, но который будет еще и достаточно честным, да, чтобы не взять чужой алгоритм, который, возможно, будет прибыльным и с ним уйти. Либо другой путь, более долгий, это учиться программировать самому. Это долгий путь, да? Ну вот у меня знакомый, наверное, обучился на таком базовом уровне программировать где-то за полгода. Ну это недолго, полгода. Это недолго, да. Годы на это надо потратить, я так думал. Ну то есть на базовом уровне обучиться в программировании не так сложно. Но, естественно, это как бы все зависит от базы. То есть если есть какая-то база... Это между образованием базовое. Скорее даже мышление, да? То есть человек, он либо приспособлен к обучению, к программированию, либо это совсем не его. Спасибо. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим этот рассказ. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш эфир. На Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему торговых роботов в трейдинге. В гостях Сергей Белов, управляющий активами инвестиционной компании Финам, и Александр Муханчиков, частный трейдер, соучредитель ООО «Сток Шарп». А почему такое название, кстати, Саш? «Сток Шарп» это что такое? «Сток» это акция, да? Да, то есть это название как бы пошло... Майкрософт, оно все свои языки называло «Си Шарп», «Ф Шарп». И, соответственно, мы решили назвать, сделать название очень похожее. Присоседица решили, да? Да, то есть «Сток Шарп», а буква «С» как раз еще была не занята. Я понял. Замечательно. Уважаемые слушатели, подключайтесь к нашему разговору. Ну, я вижу, уже вопросы пошли. Телефон вы помните, 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, сайт компании финам.ру. Я небольшое отступление сделаю. Дело в том, что сегодня важны макроэкономические события, в частности, заседание Банка Англии, заседание Европейского Центрального Банка. И в том и в другом случае оставлена ставка рефинансирования на прежних уровнях. Полпроцента в Банке Англии, в 0,75 в ЕЦБ. Но сейчас идет выступление господина Драги. Вот. И несколько его фраз я прочту. Ну, одна из них, вот, например. Ликвидность полученной в рамках ЛТРО операции по рефинансированию не достигла реальной экономики, говорит Драги. При этом он упоминает, что мы уже сделали многое из того, что необходимо. Драги подчеркнул недавнее улучшение ситуации на рынке акций и облигаций. Реакция рынка печальна. Печальна. В моменте мы, я наблюдаю снижение, усилив снижение на отечественных площадках. Сейчас откроются американцы, мы посмотрим. Рубль падает, значит, евро-доллар снижается в районе 1,30. Вот. Золото теряет еще пару долларов за унцию. Ну, в общем, все замечательно. Жизнь продолжается, я бы так это сказал. Итак, мы продолжим наш сегодняшний разговор. Саша, я к тебе опять возвращаюсь. Значит, твой путь в трейдинге, да, так вот. Можно эту тему сейчас обозвать. Твой путь в трейдинге был таким более-менее однозначным, я бы так... Ну, тернистым его не назовешь, правильно? То есть ты получил базовое образование, ты занялся в трейдинге, потом все это дело совместилось и ввелись в то, что мы видим сейчас, да. Ты специалист по торговым роботам. Ты, кстати, только для себя делаешь этих роботов или продаешь их на открытом рынке? Нет, я ни в коем случае не продаю. То есть я занимаюсь созданием только для себя и, соответственно, использованием там. А почему не продаешь, если они... Ну, а, если они хороши, и, б, они наверняка востребованы. Почему ты их не продаешь? Они востребованы, просто нет смысла никакого продавать робота, который зарабатывает. Да. Да, то есть проще... И продавай тех, которые не зарабатывают. Это, получается, обман. Как многие делают, собственно. Конечно. Нет, почему это обман? Смотри, была история, я же тебе рассказываю, она реальная история. Робот приносил на протяжении полугода там какие-то бешеную доходность. Потом он перестал это делать. Ну, я же могу сказать, что он приносит бешеную доходность. Вот, пожалуйте. Ну, да ладно, я, тем не менее, с тобой солидарен, да. В нашем деле еще чистой совести это, да, чистой совести это очень многое значит. Сереж, возвращаемся к тому, о чем мы начали сегодняшнюю программу. Я напомню, сегодняшний эфир во многом связан с тем, что вы видите на сайте компании финам.фм. То есть сейчас продолжается акция, да, предлагаемая радиостанцией. Называется она «Финансовая коллекция». Романтично в преддверии Нового года. Под словом «коллекция» подразумеваются всякие разные приятные вещи. Так вот, если вы откроете сайт и увидите там огромное количество приятных вещей, в том числе и алготрейдинг. Да, именно, в том числе торговые роботы. Касается многих услуг. А что касается торговых роботов, то есть возможность подключиться по 26 декабря всем, кто желает, к торговым роботам компании и за это ничего не платить. То есть до 26 декабря вы будете пользоваться услугой совершенно бесплатно. Сможете ее проверить, как говорится, потестить, посмотреть, что это такое, как это работает. То есть есть возможность протестировать. Да, и возможность протестировать, очень хорошее предложение, как бы без существенных затрат подключиться и посмотреть вообще, что это за услуга и к чему она заключается, что она дает клиенту компании. Я понял. Давай на вопрос сразу ответим, вот по поводу роботов. Ну, такой вопрос-улыбка, ироничная улыбка. Робот, это же скучно. Создал, отдал, отдадил, что-то, ну, опечатался, да? Создал, отдал и на Бермуды. А деньги идут. Ну, такое, да, банальное такое представление. А да, а супертрейдеры, как он обычно делает? Он что-то две кнопки нажал, у него там все это дело поперло. Это очень напоминает иллюзию, когда так и сталкиваешься с людьми из реального бизнеса, примерно то же самое. То есть, ну, что, вот у нас есть деньги, мы магазин открыли, и все, и пусть он теперь нам там только приезжаем, наличные снимаем из кассы, и все, да. Только успевай, да? Ну, на самом деле, да, практика показывает, что это не так, и на самом деле придется серьезно заниматься этим бизнесом, реальным этим магазином. Если это робот, и это, собственно говоря, наш тоже бизнес, то за ним, естественно, надо следить, потому что много бывает ситуаций, ну, всяких технических, да, неожиданных. Может быть даже какая-то ситуация быть, которую, ну, никак мы не предусматривали, она там происходит один раз в пять лет на рынке, и вот вдруг она произошла. Ну, то есть, вот здесь уместно сказать, что робот, несмотря на то, что он трейдингом занимается, это такая же машина, которая может и милитарно сломаться просто. Да-да-да, это машина, даже если она самая хорошая, если вы купили самые лучшие марки, все равно она может сломаться. Естественно, может сломаться, за ней надо следить тоже, да, как говорится, смазывать иногда, смотреть там. Мало того, здесь еще возникают другие проблемы. Робот, он торгует, скажем так, не просто как-то отвлеченно, да, и мы сами люди не роботы. У нас есть эмоции, есть своя психология, свои предпочтения, и когда мы сталкиваемся с реальностью, вот с тем, что робот делает, а он не всегда генерирует прибыльные сделки, бывают у него периоды и не очень удачные, и вот как мы это воспринимаем, очень важно. То есть... То есть в этом случае мы что можем сделать? Отказаться от него, да? Ну, самое плохое, да, если робот на длительном промежутке, на долгосрочном, как бы, да, вот в периоде, он зарабатывает деньги, и вдруг мы видим, что в течение, не знаю, там, недели он нам показал убытки, и бросаем его, это самое плохое, что мы можем сделать. То есть это, ну, как правило, так делают люди неподготовленные, в принципе, желательно вообще, если мы что-то делаем, выбираем какую-то стратегию для работы, сначала хотя бы ознакомиться, как она себя ведет, как она себя вела раньше, потому что вот столкнемся с такой ситуацией, фактически, грубо говоря, купили золотую вещь и выбросили ее сразу, как она вот чуть-чуть потускнела, примерно то же самое. — Главное сказать, куда выбросили. У тебя были такие, Саш, случаи, вот, ты создал робота, да, и в какой-то момент вот он начал сбои давать, что ты с ним делаешь в этот момент? — Ну, конечно, такое было, то есть было, что и, то есть я отключаю, например, роботов, когда они превышают, там, максимально допустимую просадку, которую я ему… — Задал. — Установил, да, задал. — То есть такие ситуации, естественно, были, потому что рынок постоянно меняется, и это такая же работа, то есть приходится постоянно сидеть, придумывать, тестировать новые алгоритмы, но, с другой стороны, сейчас, как бы, это уже настолько все оттестировано, что вот сейчас у меня работают роботы, они стоят в позиции, они запущены, я, как бы, без проблем знаю, что я приеду, они все так же будут стоять в позиции, там, может, им накапает прибыль, может, все убыток. — В этом смысле, вот, это в твой адрес, видимо, да, робот создал, отладил, и, значит, ну, здесь вот вариант на Бермуды, а ты поехал в эфир «Финам.ФМ», и там нормально, там все работает. — У нас есть замечательная коллега наша, Наташа Лесина из Алора, да, вот она этим тоже постоянно хвалится, она уезжает в отпуск, она уезжает по делам. Я говорю, Наташа, оказывается, что ты торгуешь, ты показываешь положительные доходы, ты аналитик тем более, ты же о рынке еще... — А у меня роботы, за меня роботы торгуют. Я хотя бы предполагаю, что в ее случае это могут быть высокие голубоглазые блондины, просто она так его называет — робот. — Еще один вопрос. Возможно ли торговать роботу на фондовом рынке, если да, то на какой платформе? Ну, первая часть очевидна, да, мы об этом и разговариваем, а вот по поводу платформы, Сереж. — Ну, есть несколько возможностей для реализации, то есть, в общем-то, есть уже программы готовые, которые отображают нам котировки, и, собственно, дальше уже заключается все в искусстве программирования. Если мы можем заставить эту программу передавать в нашу торговую систему, где она там дает заявки на покупку-продажу акций, чтобы она совершала там определенные действия, то как бы уже нас ждет в этом плане успех. Только надо проверить, естественно, вначале, что все так, как мы задумали. Можно воспользоваться вот точно так же внешней библиотекой, вот как вот у Александра, можно... Есть много очень способов, все зависит от того, с какой скоростью мы хотим совершать сделки, насколько часто, на какое вообще мы ориентируемся движение рынка. — То есть это все мы сами ему задаем, да, с какой скоростью. Это не так, он сам эту скорость выберет потом, потому что там сложились сигнал, пришел сигнал, там, раз в неделю или раз в день он может... — Здесь, что очень важно, требуется серьезная предварительная работа. Вот в любом как процессе, вот делая робота, это все равно, что мы создаем какой-то конвейер для производства. То есть наивно предполагать, что можно построить завод, просто что-то набросав на бумаге там за один день и быстренько его запрограммировать за неделю. Вот самая начальная с нуля работа, она, конечно, занимает время, и мы должны прекрасно понимать, что мы от него хотим, как часто будут сделки совершаться, по какому алгоритму это будет все происходить. И может даже так произойти, что начав с одной платформы, допустим, с какой-то достаточно простой программы, можно, ну, не знаю, обратиться к каким-то решениям западным. Там вот есть программы, не знаю, для примера, там, Multicharts, Wallflap, вот такие. Есть наши примеры, некоторые сделаны в Tradematic, опять же, уже более продвинутый способ, это через библиотеки, которые есть у Александра. Может так оказаться, что, начав его делать, мы поймем, что просто эта программа нам не подходит, и перейдем на совершенно другой способ его реализации. Ну, то есть это уже вопросы разработчиков. И главное, мне кажется, есть такое понятие, да, есть некий творческий, ну, условно говоря, вручную подход к торговле, а есть алгоритмический. Да, это вот как бы два принципиальных подхода. Да, совершенно верно. И в то же время вот то, о чем вы сегодня рассказываете, оба причем, да, мне представляет таким образом, что несмотря на механизацию своего рабочего процесса, все равно это остается процессом творческим, потому что в этом случае нужно следить еще и за роботом, да, за тем, что происходит на рынке, и каким-то образом все время его адаптировать. Ну, то есть за ним надо следить в двух, как бы, да, вот два основных критерия. Первое, это чисто технические проблемы, если вдруг что-то там случится, не знаю, с каналом связи, да, и у нас из-за этого, это одна проблема. И второе, это как сам робот работает. Он работает так, как мы задумали, или, допустим, что-то начало происходить на рынке, он начал меняться, не то, как мы заранее смотрели на него, тогда, может быть, что-то надо менять в коде. Ну, это уже, все равно эти критерии должны быть. Нельзя все просто так оставить и думать, что... Вот он найден, найден, да? Да, найден Грааль этот золотой, вот, замечательно, да. Кстати, вот этот торговый робот, с твоей точки зрения, это поиск золотого Грааля? Ну, так вот, положа руку на сердце, Саш. Нет, конечно, нет. Ну, нет, конечно. Ты, когда начал этим заниматься, ты же не занимаешься этим ради того, чтобы заниматься. А ты говоришь, я ставлю себе задачу создать идеального робота, идеального. Помнишь, как этот терминатор, да? Идеальная машина. И вот, по сути, это и есть поход за священным Граалем. Я бы, скорее, сравнил, как в электронике. Да. Калывают роботы, а не человек. Я помню эту песню с детства. На самом деле, я... У меня другое мнение по этому поводу. Саша, извини, пожалуйста. Мы вновь слушаем с удовольствием, слушаем новости на Финам. ФинамФМ потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. И вновь я напомню. На ФинамФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитрий. В гостях сегодня Сергей Белов, управляющий активной инвестиционной компанией Финам. Александр Муханчиков, частный трейдер, соучредитель ООО «Сток Шарп». И мы обсуждаем сегодня торговых роботов. Армия торговых роботов наступает. Кстати, у нас уже есть вопросы именно по этому конфликту. Мнимому или не очень, да? Известна вообще история, что многие движения на нынешних финансовых площадках создают эти самые бездушные роботы. Нормальный трейдер, обычный человек, он бы на это не пошел. А вот эти вот ребята, пожалуйста. И у них же ничего нет святого. Им только кнопку включили, и они что хотят, то и дотворят. Сейчас мы об этом поговорим. Я, тем не менее, предварительно, как обещано, в 18.31 хочу сказать, что происходит на финансовых площадках сейчас. Присоединились американцы, и в моменте Dow Jones теряет 0,03%. S&P 500 теряет 0,1%. Ну, собственно, опять мы видим небольшие гэпчики на открытии. Видимо, сейчас они будут зарисовываться. Brent продолжает движение вниз. 106.80 за баррель. Золото держится в районе 1.690. Евро-доллар активно пошел вниз. 1.3035. В общем, все по-прежнему. Все по-прежнему. Сережа, давай, вопрос к тебе есть, персональный, поэтому я его прочту. Юрий спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Для занятых людей существуют такие услуги на бирже, как стоп-заявки, take profit, stop loss и так далее. А роботы, утверждает Юрий, должны конкурировать с роботами, а не с живыми. Это вот, кстати, в продолжении той идеи, которую я озвучил. А должны конкурировать с роботами, а не с живыми игроками на рынке. А так нарушается спортивный принцип. Я бы даже Юрий подсказал, а так нарушается идея справедливости, вселенской справедливости. Это похоже на спортсменов, употребляющих допинг, пишет Юрий. Создайте, например, биржу, Сереж, это тебе, кстати, да? Создайте, например, биржу ММВБ роботы, а так никогда граждан-физиков на фондовый рынок не дождетесь. Спасибо. Прокомментировали. Ну, здесь, да, тоже рода такое небольшое заблуждение. Ну, во-первых, сразу начну, да, по вопросу. Стоп-заявки и take profit, они существуют для любых клиентов. Но как раз для занятых людей скорее существует возможность присоединиться к каким-то роботам, к каким-то торговым стратегиям. Потому что, может быть, просто не быть времени вообще ставить эти стоп-заявки. То есть на это тоже нужно, да. Надо найти место для него, правильно? Для этого проанализировать ситуацию, а потом поставить его, конечно. Вот как раз, воспользуясь нашей услугой, вот через торговые роботы у компании, можно воспользоваться уже готовым алгоритмом. Единственное, что и всегда советую, в общем-то, заранее подобрать его для себя, посмотреть уже на то, как он себя ввел в прошлом и так далее, чтобы потом не возникало именно этого психологического конфликта. Ведь мы как бы веряем деньги какой-то мошенник, да? Соответственно, конкуренция, она есть, и вообще весь рынок, он состоит из конкуренции. И финансовый рынок любой, и фондовый, это вообще конкуренция. То есть это идея надуманная, да, что человек конкурирует с роботом и так далее. Ну, все конкурирует с друг другом всегда. И в жизни в том числе. А здесь это все доведено до предела, можно сказать. Извини, пожалуйста, вот это уже, Саш, присоединись, да, если будет у тебя желание. Я, с другой стороны, подам. Ну, по крайней мере, как я очень часто сталкиваюсь с этими рассуждениями, да, разговаривая со своими слушателями, там, коллегами. Рассуждение следующее. С точки зрения живого человека-трейдера, да, мы говорим о существовании некой психологии трейдинга. Мы говорим о техническом анализе, который использует память рынка. Мы говорим о том, что видят все в моменте и могут на это в моменте реагировать. Робот же этого ничего не видит. Именно поэтому возникает конфликт. Ну, самый банальный, да, банальный пример. Вот, там, тот же, там, Сипи подошел к сопротивлению, да, от сопротивления он будет отбиваться, все будут продавать. А роботу по барабану, что это сопротивление или нет, он продолжает покупать. И все испортил. И нам все, и все нам испортил. Вот такая вот проблема существует. Самый главный, да, вопрос, какой объем они, во-первых, создают, да, роботы. И вообще большое количество роботов, которыми создают, может быть, объем, они работают по очень коротким движениям рынка, как правило. Если человек инвестирует, инвестирует с перспективой, там, на месяцы, на года вперед, то его вообще это не должно беспокоить совершенно. То есть в этом случае они не пересекаются? Да, они никак пересекаются. Его сделка, сделанная, там, один раз в месяц, она вообще никак с ними не конфликтует. Мало того, у роботов есть одно очень хорошее качество. Они создают ликвидность на рынке. Потому что вопрос, мы будем покупать, кто нам подставит заявку противоположную. На продажу, допустим. Соответственно, робот также может подставить эту заявку нам. Мы купим, потом с ней, которым надо. Он там уже свое потом заработает. Он уже будет бороться там с другими. С другими роботами? С другими роботами, да. Спасибо. Саш, тебе вопрос, персональный вопрос. Собственно, давайте мы уже начнем на них отвечать. Значит, пишет Данила. Александр, я учусь на четвертом курсе ВМК. Это, собственно, твой вуз, да? Да. Родной. Кафедра МС. Весьма интересна тема роботов. Подскажите, вы на факультете изучали ее или самостоятельно? Ну, вот дальше, собственно, просьбы, наверное, мы их осуществить не сможем. Данила просит рассказать, как вы учились, как ты учился. Второй вопрос по трудоустройству. Ну, какие компании заинтересованы в наборе молодых специалистов, куда идти, расскажите про ваш путь. Ну, про путь не будем рассказывать сегодня, по крайней мере. Давай вот вопрос, где ты, собственно, роботами начал заниматься, да, там ли в институте, либо потом самостоятельно. Ну, и потом, если можешь, подскажи, как трудоустроится Даниле, вот он хочет этим заниматься. Значит, про изучение. Это ни в коем случае не на факультете, то есть я занимался этим сам. Я не знаю, есть ли сейчас что-то у нас на факультете или нет. Вкратце про путь, да, то есть я просто проработал программистом, уволился в мае прошлого года, и все, как бы с мая прошлого года я фактически безработный, занимаюсь только торговлей на бирже, да, то есть уже почти два года. И по поводу компаний, я, наверное, смогу предупреждать только две сильные команды, да, это лидеры нашего рынка, это компания Город Технологий и компания Созвездий. Это, в принципе, довольно закрытые команды, команды очень высоких профессионалов, и если удастся, как бы, к ним каким-либо образом попасть, то это потрясающий путь, как бы, для остановления специалистов. Специалисты именно вот в сфере создания торговых роботов для трейдинга, или просто программиста, специалиста-программиста? Для создания роботов для трейдинга, вообще для погружения в алго-трейдинг очень и очень глубоко. Понятно, понятно, спасибо, Сергей. Сережа, вопрос. Существует ли фактор старения робота, то есть меняется и динамика рынка, при которой данный робот не может так же эффективно торговать, как раньше? Существует, конечно, такой фактор. Весь вопрос, как он изначально создавался. На какой истории, да, на какой истории рынка мы пытались, значит, какие-то закономерности выявить, чтобы зарабатывать, соответственно, прибыль с помощью этого робота. Может быть так, что мы используем какие-то краткосрочные явления на рынке, вот он ведет себя определенным образом. Потом, когда меняется отношение рынка к какому-то фактору в будущем, он перестает просто зарабатывать на этом. Приходится вот менять. Вот в этом, кстати, может еще заключаться то, что мы за роботом следим, и если он выходит за какие-то уже четкие заявленные характеристики, какие-то пределы, мы его отключаем, пока смотрим, можем ли мы что-то другое сделать с ним, или, может быть, вообще его из игры, как говорится, вывести. Вопрос Белову. У вас есть хоть один робот, работающий на минутном или пятиминутном таймфрейме, грубо говоря, скальпирующий? К сожалению, нет таких роботов. Объясню почему. Дело в том, что к нему может подсоединиться достаточно большое количество клиентов, и невозможно просто по ликвидности рынка при такой ликвидности. Скальпировать все это. Скальпировать, да. Понимаете, скальпирование — это работа на очень мелких колебаниях. А мы фактически, подключая уже достаточное количество клиентов, будем же эти движения создавать. Скальпирующий робот — это робот, который фактически работает на каком-то одном счете. Счет не может быть большого размера. Бесполезно скальпировать, не знаю, имея счет десятки миллионов рублей — это вообще безумие. То есть мы будем просто против себя рынок двигать и будем сами с собой воевать. Поэтому, в общем-то, вот такие роботы, да, могут каким-то образом вредить то, что говорили, но они, как правило, потом разоряются. Это абсолютно бездумный подход. И люди, конечно, толковые, которые создают, они прекрасно понимают ограничения, что чем на более коротких движениях рынка мы работаем, тем меньшим объемом мы можем совершать сделки. Я понял. Саша, вопрос. Какая максимальная просадка у ваших роботов? Не единократная, а повторяющаяся хотя бы пару раз. — Я еще позволю себе не согласиться с Сергеем по поводу предыдущего вопроса. Да, у меня есть роботы, которые торгуют десятки миллионов, да, и они работают именно на пятиминутках. То есть ликвидность как бы позволяет... — Ну, пятиминутки все-таки не совсем скальпинг, мне кажется. — Просто скальпинг идет, да. — Да, то есть слушатель не прав в том плане, что скальпинг идет не на минутках, не на пятиминутках, а скальпинг идет внутри одной секунды. — Да, да. — Да, то есть там внутри одной секунды... — Чиковые, так называемые, да? — Да, может быть очень-очень много сделок. По поводу максимальной просадки, как бы я на своих счетах работаю с максимальной просадки в 15-20%, то есть там это зависит от алгоритмов. А на инвесторских счетах я уже работаю как бы как договариваюсь с инвестором. То есть обычно это 10-15% и не более. — А вот интересно тоже, просадка такая случилась, что происходит дальше? — Если на моем счету она случилась, то... — Ну то есть ты все закрываешь и выдыхаешь. — Начнем с того, что она пока не случалась. — Ладно, ладно. Гипотетически. — Если вдруг она случается, то да, я останавливаю свою торговлю, и, соответственно, я смотрю на... — Все закрываешь, все, что открыто, да? — Да, я смотрю на алгоритмы. То есть либо я какие-то оставляю, а какие-то нет. Либо я чуть увеличиваю риск, либо я отключаю полностью все алгоритмы и начинаю там. Или, точнее, не начинаю, а продолжаю работу над теми алгоритмами, работа над которыми уже была... — Ну то есть что-то в консерватории надо поменять будет? — Да. — А если инвестор просел ты на 15%, ну, оговоренные 15%? — Да, то торговля полностью останавливается, происходит встреча с инвестором и решаем, что дальше делать. — Это логично. — Какую доходность для вас приемлемо использовать для робота? Ну и несколько корявый вопрос, да? Ну понятно, да? Для вас приемлемая доходность робота какова, Сереж? — Нет, ну давайте Александр ответим. — Давайте. — То есть ты готов поспорить с ним, нет? — Да, мы будем, ну, обсудим, конечно. — Хорошо, давай, давай доходность. — Теперь доходность. Просадку обсудили, теперь доходность. — Да, все, естественно, это зависит от рисков. Если это, то есть любая, то есть я подхожу в первую очередь именно с позиции рисков. Это ограничение рисков, а доходность как бы она уже вторична. Потому что фактически все, что мы можем контролировать на бирже, это риски. — Ну, вторична, тем не менее, какой-то профит-фактор ты же определяешь для себя. — Да, да, конечно. То есть для меня как бы доходность, которая на своих счетах меня устроит, да, это доходность где-то в 3, в 3,5, в 4 раза больше, чем максимальный риск. — Ну, в данном случае 20 — это только там, да, 40-60 процентов. — Да, да. Ну, вот, например, в прошлом году, да, у меня доходность была 51 процент где-то, и максимальная просадка при этом по году была 7 процентов. Хотя максимальный, как бы, риск, который я устанавливал, он был процентов 10-15. — Риск по сделке ты имеешь? — Нет, риск ни в коем случае не по сделке, а именно риск по всему портфелю. — Ну, замечательные результаты, Александр, я только могу сказать. Естественно, добивается он их тем, что, в общем-то, торгует, собственно говоря, как бы вот, ну, исключительно под себя, да, что-то сделал, алгоритмы и работа на своем капитале. — Собственно, как бы, когда уже идет мультипликативный эффект, вот, когда на много счетов все это расширяется, разбрасывается, конечно, уже таких параметров достичь, такие параметры сложно достичь. Ну, скажем так, профит-фактор вот это вот, соотношение прибыли к риску 2 к 1, даже 1,5 к 1, в принципе, это нормально, да. — Да, и даже, что касается, там, доверить на управление, это нормально абсолютно, да. — Я согласен с Сергеем, потому что, например, если я обговариваю с инвесторами, то я им сразу говорю, что их ожидаемая доходность — это раза в два выше, чем риск. — То есть тот, который вы тоже оговариваете. — Да, абсолютно те же самые цифры. — Ну, давай еще вопрос тебе, хотя ты на него, в принципе, ответил. — Саша, на продажу робота делаете? Если да, то кто потом обслуживает его? — Нет, ни в коем случае не делаем. — Саша не делает, да, на продажу, он об этом уже говорил. Так, и еще, ну, хорошо, не еще. Есть вопрос к Сергею, но мы озвучим его после того, как слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток, говорим сегодня о торговых роботах. Огромное количество вопросов, это все читалось, вот, и мы попытаемся на все из них, да, ответить. Есть такой, несколько романтичный вопрос, я позволю его озвучить. Он адресован Сереже, но, я думаю, Александр тоже сможет на него ответить от Вектора, нашего слушателя Вектора. Подарки благодарности, Сергей, от клиентов получали? — Если да, то что запомнилось больше всего? — Да, конечно, получал. Ну, как правило, это, собственно говоря, алкоголь. — А ты, кстати, пьющий парень-то ты? — Ну, да. — Выпивающий. — Пью и выпивающий, да, иногда, как бы, в компании, с друзьями, с коллегами можно, конечно, что-то отметить. — Ну, это нормально, в принципе, да? — Да, это нормально. — Ну, вот один случай запомнился, но не мне, правда, но одному из наших коллег предлагали такую вещь, как, по-моему, кто-то хотел то ли налепить пельменей, то ли что-то предложить такое вот, нажарить шашлыка. — Съедобное. — И угостить всех, да, полностью, сказал, приезжайте, все, вот это было самое такое интересное. — Ну, самый главный позитив, насколько я для себя отмечаю из рассказа Сергея, то, что, ну, благодарность обычно, да, она вызывается, да, по-русски я сформулирую, то есть человек хочет поблагодарить в результате того, что есть за что поблагодарить. — Естественно, конечно. — Вот это отрада-то самое главное, значит, результат есть, поэтому и благодарность. Когда, после кризиса, я помню, да, когда все падало-падало-падало, я думаю, где-то, наверное, с полгода, а то и с год никто из нас благодарности не получал. — Раньше это было достаточно часто, а потом, к сожалению, повода просто не было. — Нет, кстати, после кризиса были, скажем так, да, примеры противоположные, что в нашем доверительном управлении мы клиентам даже не то, что не потеряли в этот год, а заработали большинству, и многие были за это благодарны, конечно. — Ну, я имею в виду даже не с точки зрения того, что не за что было бы говорить, а просто ситуация так сложилась, что иногда просто нечем было бы говорить. — Саш, ты тоже, да, расскажи по поводу благодарности. — Да, конечно, были, то есть в основном, конечно, это там виски, коньяк, но я так, к счастью, скорее всего, да, я мало пью, поэтому как бы дома стоят бутылки, но вот мне очень стыдно перед моим клиентом, да, он подарил мне очень хороший коньяк и сигару, а сигара вот, к сожалению, уже засохла. — Ну, из-за того, что прошло время. — Ну, потом надо, я думаю, с авторами идей расплачиваться этим алкоголем. — Да, да, как вариант. — Отличные варианты. — Действительно, как. И я помню, у наших коллег был в Самаре летом, не дали и как, а там тоже не сильно плющие видео, они у них вот в кабинете директора, весь подоконник уставлен вот этими бутылками, коробками, все это очень красиво как минимум выглядит. — Так, вопрос еще один. Для вас приемлемо, ну, для вас, для обоих, я так понимаю, использовать роботов на внебиржевом, ну, в частности, валютном рынке, то есть на Форексе, или алгоритмы, применимы для фондового рынка, неприменимы для валютного рынка, то есть речь идет о внебиржевом и биржевом рынке, прежде всего. — Да, ну, в основном речь идет, конечно, о биржевом рынке. Внебиржевой, да, это сложный, иногда вообще невозможный рынок, скажем. — То есть его невозможно алгоритмировать, да? — Его невозможно, на некоторых внебиржевых рынках это просто невозможно, по той причине, что сделки там идут по договоренности, то есть там даже сделка не пройдет, пока два человека не созвонятся вместе. — Ну, тогда логичнее говорить о Форексе, все-таки это вещь, да, ну, более податливая, наверное, да? — То есть на Форексе можно? — Можно применять на Форексе, да, но тоже очень такой конкурентный рынок, и там свои особенности. — Ты, кстати, где торгуешь-то? — Я на рынке Форц. — На Форце, да? — Да. — Так. — Ну, вот у меня был опыт, да, то есть у меня есть довольно успешный робот на Фьючерсе, рубль-доллар, и однажды связался со мной западный хедж-фонд, и этому хедж-фонду абсолютно неинтересны были те объемы, которые проходят на нашем рынке, да, то есть там сделка в 2 миллиона долларов, в 3 миллиона долларов, их совсем не интересовало. И они поэтому предложили, как бы, чтобы я им прислал эти сигналы, да, соответственно, они уже смотрели по объему, смогут ли они, нужный им объем взять на OTC рынке, то есть на внебиржевом. И, соответственно, мне какой-то там процент. — А сигналы там, они корректны? То, что ты на Форце увидел, может быть, и… — Да, конечно, то есть там идет просто, как бы, вход, и вот как раз им было интересно, то есть смогут ли они набирать нормальный им объем на внебиржевом рынке. — Ну, и опыт был успешного сотрудничества? — Ну, вот тогда эта тема заглохла, как бы, из-за нехватки времени, там, из-за всего. — У тебя или у него? — И у него, и у меня, да. — Я в этом случае вспоминаю сразу старый анекдот, когда к одному из старейших артистов Тюза, да, обратились голливудские, значит, режиссеры, предложили ему фильм, съемки фильма, да. — Огромный гонорар, там, несколько миллионов долларов, он отказался. Почему? — Я не могу, у меня елки. — То есть ты мог бы отказаться, да, от предложения хедж-фонда, сославшись на занятость, да, потому что я не могу. Вот что-то на уровне елок. — Так, вопрос от Галины. — Не приведут ли роботы к краху? — Ну, это Галина вспоминает опять о том, видимо, или она, может, только недавно к нам присоединилась. — Вот, мы эту тему, в принципе, уже обсудили. — Ну, давайте еще раз для Галины сделаем реверанс. Не приведут ли роботы к краху фондового рынка, так как их цель спекулятивная? — Нет, конечно, не приведут. Рынок падает, и, собственно говоря, все долгосрочные движения на рынке и падение рост, они вызваны какими-то экономическими, какой-то экономической подоплекой. И если рынок падает, он отражает ту ситуацию, что в экономике все плохо. Роботы здесь совсем ни при чем. Роботы даже иногда работают против этого и, наоборот, улучшают ситуацию. — Не дают ему обвалиться, да? — Сильно обвалиться, да. — Я понял. Так, еще один вопрос. Сколько максимально работал у вас робот? Ну, давай, Саш, тебе я адресую. У вас робот, пока алгоритм не начинал давать сбои. Максимально сколько он работал? — Ну, сейчас есть алгоритм, который уже работает два года. — Да ты что? Без сбоев? — Без сбоев, без всякого подкручивания, без всего. То есть как запустил, так и работает. — Ну, вот он, вот он, пресловутая игра Альта. Найден, найден. — Ну, в этом году, да, то есть он показывает меньшую доходность, например, чем в прошлом. Но так как сейчас... — Не, ну, главное, доходность показывает. — Так как сейчас рынок абсолютно флетовый, да, то, на мой взгляд, главная задача робота в том числе не терять, либо терять немного не на его рынке. То есть так как сейчас не его рынок, он мало зарабатывает. — Подожди, вот эта интересная фраза — не его рынок, не рынок этого конкретного робота. — Да, то есть, например, если рынок настроен на тренды, да, на большие движения, а рынок стоит на месте, то задача, как раз робота... — Это не его рынок. — Да, это абсолютно не его рынок, он на этом рынке не может зарабатывать много. И задача этого робота, соответственно, не терять много, да, а так как он даже в плюсе, поэтому я считаю, что это здорово. — Ну, он свою задачу выполняет. — Да, а на этом рынке работают абсолютно другие алгоритмы как раз, поэтому корзина алгоритмов позволяет получать хорошую доходность. — Здорово. — Ну, и заговорили мы о рынке, у нас не так много времени, значит, ну, несколько вопросов мы еще озвучим позже. Давайте все-таки по рынку, да. Главное, о чем мы говорим обычно на сухом остатке, что происходит сейчас, на ваш взгляд, да, на финансовых рынках, в глобальном смысле, каковы перспективы до конца года или там до середины 13-го некий такой уже, да, средний срок называют. Сереж, давай с тебя начнем. — Да, ну, трудно, конечно, вот в рамках программы, да, про роботов говорить об этом, потому что робот, он абсолютно без эмоций к этому подходит и не имеет никаких суждений. — Значит, мы абстрагируемся от роботов и включаем эмоции. — В принципе, сейчас такая ситуация, что как бы неопределенность на рынке, вот все только гадают, и, собственно говоря, очень большой страх такой, ну, эти страхи нагнетаются, этот вот фискальный обрыв так называемый, хотя, собственно говоря, такой всесторонний анализ показывает, что не произойдет того обрыва, который мы ждем все в январе, все ждут, по той причине, что мы не по скалам лазим, это экономика реальная, ясно, что американцы сами себе вредить не будут. Скорее всего, будет некоторый период неопределенности до конца рынка. Вообще, декабрь часто очень является месяцем, когда создаются такие диапазоны, да, рынок выбирает какие-то уровни и стоит в них. Не очень часто бывает сильно движение. И еще немаловажный фактор будет, что у нас будут опять длинные праздники, январские, они вносят определенные искажения. Кстати, в том году, допустим, вот, например, когда рост шел в январе, хорошо, он экроз, он начал фактически прямо с начала месяца, без больших разрывов гэпов. — В том, ты имеешь в виду в одиннадцатом, да? — С одиннадцатого на двенадцатый. Именно как раз отсутствие вот этих выходных, когда весь мир торговал, да, фактически, торговали и мы. В этом году, Павлович, следующее, что-то будет происходить во всем мире. — Да, и будет, потому что это январь, месяц как раз. — Ну, если откатывать назад в истории, можно вспомнить, там, 2007 год, когда мы на падении нефти открылись гэпом чуть ли не 8-10% вниз, то есть такие неприятные вещи. Вот, но, в принципе, декабрь — это более такой вот флетовый этот рынок, он более диапазонный всегда. — Ну, а пресловутых новогодних, рождественских ралли в этом году уже не ждем мы, да, видимо? — Если проанализировать историю и вообще вот, да, такой-то термин, его кто-то очень полюбил, взял когда-то давно, это новогодние ралли, а если реально смотреть, что творится на рынке в это время, оно в основном либо стоит, и там, пример ралли — это 2006 год, такое прям выраженное оно вот. — Сколько уже лет прошло, уже 6 лет. — Все о нем помнят. — Да, и хотя я помню года, когда было и падение очень сильное. — Накануне Нового года, да? — Да, такое тоже было. — Ну, я думаю, это опять надо говорить о психологии, об эмоциях, да, Саш? Потому что мы ждем в преддверии Нового года подарков от Деда Мороза, почему бы этот подарок не получить на рынке еще, да? Что ты по поводу рынка скажешь, текущего и какие-то перспективы? — Ну, я, к сожалению, не аналитик, я трейдер, поэтому мне очень сложно говорить о том, куда я что жду. То есть меня сейчас что беспокоит, это падение ликвидности на нашем рынке, да, поэтому я как бы уже начинаю потихоньку посматривать в сторону американской биржи и, соответственно, перенос своих алгоритмов именно туда. — А так, могу только сказать, да, то, что вот когда я уезжал на эфир, у меня робот, то есть алгоритм по паре доллар-рубль был в лонге, то есть, да, он рассчитывал на рост этой пары. — Ну, соответственно, вот два часа назад я, соответственно, смотрел в лонг по этой паре. — Ну, я тебе хочу сказать, я смотрю сейчас, правда, спотовый график, но, тем не менее, да, учитывая падение риска, да, склонности к риску, мы видим сейчас, что доллар-рубль растет. Растет, я уж, наверное, ты не озвучишь или, может быть, просто не вспомнишь, да, по какой цене ты вставал в лонг по доллар-рубль, но, тем не менее, текущая котировка 30.87, на споте я имею в виду, да, и поддержка в районе 30.80, ну, если все это дело твой робот тоже чувствовал и видел, то тогда вот у тебя прибыльная позиция, это здорово. — А вообще, в следующем году, как бы, я надеюсь, что он будет более интересный, чем этот, и что ликвидность в той или иной мере вернется на наш рынок. — Что рынок, рынок будет более интересный. — Сам рынок, да, что как бы он выйдет из этого. — Ты, кстати, ждешь этого, Сереж, что он будет более интересный. — Все этого, конечно, ждут, да. — Все этого ждут. — Ну, основания для таких ожиданий есть у нас или только опять мы надеемся на... — Есть основания таких ожиданий, потому что, если послушать аналитиков западных фондов, все очень оптимистичны, как ни странно, по поводу нашего рынка и говорят, что он сильно недооценен по сравнению даже с другими развивающимися рынками. Вот вопрос только, когда это произойдет, когда же, наконец, сюда куда-то придут деньги. — Разговоры разговариваю, да, а дел не делаю. — Ну, как пока с практикой, если рынок вырастает, допустим, за два или за один месяц на 25-30%, то интерес сразу же просыпается. — Конечно. — Просыпается в большом количестве. — То есть, видимо, какой-то пиночек нужен, да, кто его сделает, это уже мы посмотрим, будем надеяться на это. Я буду заканчивать потихоньку. Во-первых, традиционный анонс, почему за 20 лет демократия не прижилась в постсоветском пространстве. Сразу после выпуска новостей в студию «Реального времени» придет руководитель Центра Украинских Следований Института Европы РАН Виктор Мироненко. А я благодарю моих сегодняшних гостей. Я напомню, это Сергей Белов, управляющий активной инвестиционной компанией «Финам» и Александр Муханчиков, частный трейдер, соучредитель ООО «Сток Шарп». Также я благодарю моих слушателей, уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, за ваши вопросы, за то, что вы были душою с нами. Мы обсуждали тему торговых роботов, ну и традиционно успехов на рынке. Всего хорошего, до свидания.